Вот Алексей Мачанов по телефону. Алексей, вы по телефону, потому что вы находитесь в больнице. Это ваша частная жизнь, я имею право сказать, что... Да, у меня был во вторник инфаркт. Я сейчас лежу в реанимации одной из киевских кардиологических клиник. В реанимации такой бедный светлый коридор, что я на всякий случай проверил, есть ли у меня пульс. Чтобы это мне казалось свет в конце туннеля. Ну, все нормально. Ну, вот вы слышали нашу дискуссию, ваше мнение. Да, ну, я передаю искренний большой привет большинству людей, которые встают в студии, к которым я отношусь хорошо, несмотря на то, что не всегда мы думаем одинаково. Юрий Бутусов, хочу сказать, что нам спору искать не виновных, а заниматься поиском невиновных. Потому что их в любом случае меньше, и это будет легче, мне кажется. Потому что практически в любой ситуации, в которой развязаны бандитизм, контрабанда, экономические преступления, Аль Капоне когда-то говорил, что ничто так не объединяет людей, как совместно стыренное бабло. Не заработанное, а стыренное. Поэтому контрабанда вовсю процветает на востоке. Люди, сидящие на востоке, думают, о чем бы не заняться тем же самым на западе. Все то же самое, только стрелять придется действительно меньше. Для меня там пацаны, которым я доверяю безмерно, они не рассказывали, как в стране по Луганской выходит груз. Вы же поймите правильно, не ездят по лесам и заминированным полям какие-то отчаянные пацаны в надежде одну фуру провести, аж опять дровется. Идет очередь из зенитки. Очередь из зенитки обозначает, что фура вышла, никто по рации даже не общается. Снимаются растяжки, фура проходит на ту сторону. Оттуда пулеметная очередь показывает, что все приняли. Потом автоматная или красная ракета, что деньги там приняты, посчитаны и все. Потом обратный выстрел. И так в течение небольшого количества времени, среди ночи, люди думают, что идет бой. А это не бой. Это азбука Морзе, который с одной и с другой стороны границы, негодяи, которые зарабатывают на войне и не хотят, чтобы она закончилась, занимаются бабками. И у них нет никакого желания. Они для всех в стране герои. Там на месте они чувствуются очень неплохо. Никто особо ничему не учился. И в гражданской жизни он не применил ни к чему. А там они держат тропки. Это здорово. Я, кстати, там Андрюхе Богеме хочу передать огромный привет. Мне застал кусочек истории, когда он говорил по поводу того, что это ребята, которые по зову сердца пришли в подвезение правосектора. Согромное уважение отношусь ко всем пацанам, которых видел в Песке, в Донецком аэропорту. К Андрюхе, к Дмитрию Анатольевичу, не Медведеву, а Ярошу. Но вы знаете, у нас же с Хаттабычем достаточно долго ездило какое-то количество автомобилей, которые занимались скорой помощи Хаттабыча Асад. Выезло больше 2400 раненых с мая прошлого года. Из красной зоны доставило их в больницы или на санитарный вертолет. Андрюха, мы тоже сначала думали, что медики не идут к нам почему-то работать. Ну, в принципе, парамедикам не должен быть супербольшой специалист в медицине или какое-то светило. К нам тоже, как и к вам, пришло огромное количество людей, которые по зову сердца. Но проблема все в том, что кроме зова сердца надо еще иметь хоть какие-то навыки, чтобы человеку остановить кровь и не дать остановиться дыханию. Поэтому нашим ребятам пришлось, будучи специалистами, пройти полуторамесячные курсы и иметь возможность хоть как-то спасать пацанов. А не просто повезло, потому что водитель быстро ехал, ранение было не очень сильно. Поэтому, если вы хотите заниматься... Ты помнишь наш разговор очень такой долгий и серьезный на Борисовской трассе, когда ты вернулся с базы, я тебя встретил. Мы говорили, что вам очень важно показать власти, как надо делать. Если в правом секторе действительно существуют какие-то овцы, которые занимаются под крышей правого сектора нечестными делами, ваша служба внутренней организации должна их ловить и показывать людям, что с ними происходит. Но в итоге прошло с декабря месяца уже больше, чем полгода. Мы не особо много слышали, что происходит, кроме того, что госпиталеры кого-то забрали за бутырфанал. Но проблема и власти, и оппозиции, и людей, которые хотят быть хорошими, и по-настоящему хорошими. Мы все разучились разговаривать, озвучивать то, что мы делаем. И это рождает огромное количество догадок, в рамках которых есть у нас одна реальность живая, одна в интернете, одна по телевизору. Эти три реальности никогда не совпадают. Можно посидеть, поумничать, набрать себе определенный рейтинг. Но по финишу мы не видим никакого результата. Правый сектор пришел и переговорил с людьми и на границах, и даже к начальнику ГАИ Закарпатской области, объявив ему о том, о чем Курбан совершенно спокойно сказал, что они же пришли, попросили на фронт. Я себе не представляю, как милиционерам может прийти доброволец и сказать, поделись деньгами, мы на фронт подойдем. Но они пришли не в дом престарелых, где сидели люди без денег, они пришли в ГАИ и на доможни, где они четко знают, что эти деньги есть, что они тырятся, и что любая приграничная область, будь то Букавина, будь то Волынь, будь то Закарпатья, будь то Львовщина, великолепно себя чувствуют, занимаются контрабандой. И проще всего в жизни искать общий язык с ребятами из Закарпатья или Волыни, Букавины, потому что они с детства говорят на нескольких языках, потому что они понимают, умеешь договариваться, живешь и зарабатываешь, не умеешь, ты резнешь куда-нибудь в центральную Украину, живешь как плохо. Вот и все. Спасибо, Алексей Мачанов.